МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для вовлечения в спорт делается очень много. Строятся спортивные комплексы, плоскостные сооружения в школах, ремонтируются стадионы. В станице Смоленской торжественно открыли новую детскую спортивную площадку. Она расположилась на углу улиц Первомайской и Буденова. Теперь местные ребята смогут с комфортом поиграть в футбол и пляжный волейбол. Местные активисты во главе с председателем ТОС-6 Натальей Квиткиной не только купили инвентарь и стройматериалы, но и лично обустроили новое место для детского досуга. Участвовали целыми семьями вместе с детьми. Неравнодушных жителей наградили благодарственными письмами от администрации смоленского поселения. В станице Северской на пересечении улиц Энгельса и Пугачева продолжается строительство Центра единоборств, где ребята смогут заниматься самбо, вольной борьбой и другими боевыми искусствами. В здании площадью почти 1200 квадратных метров разместится большой зал для тренировок и соревнований, малый тренировочно-разминочный зал, раздевалки, душевые и другие помещения. Работы идут в соответствии с графиком. Сдача в эксплуатацию запланирована на лето следующего года. Строительство Центра единоборств в Северском районе стало возможным благодаря вступлению в краевую госпрограмму «Социально-экономическое развитие». После ремонта в селе Львовском открылась и спортивная площадка. Старое игровое оборудование заменили, уложили новое покрытие, отвечающее требованиям безопасности. Деньги на реконструкцию объекта были выделены законодательным собранием Краснодарского края за счет средств районного бюджета для спортивной школы Черноморского городского поселения. Приобрели и установили три блок-комнаты – пост охраны, туалеты, душевые, медпункт и служебное помещение. В 2023 году на территории муниципалитета провели множество различных спортивных праздников и соревнований, причем не только районного, но и краевого уровня. В Северском районе прошел Сретенский спортивный зимний фестиваль по хоккею в Валенках на Кубок Метрополита и Екатеринодарского и Кубанского Григория. Необычная, на первый взгляд, даже странная игра с каждым годом становится все популярнее. Ведь главное здесь не техника, не победа и даже не умение стоять на коньках, а эмоции – откровенное веселье и живое человеческое общение. Участие в состязаниях приняла православная молодежь из разных уголков Краснодарского края – более 40 команд. По результатам игр в старшей возрастной группе второй год подряд выигрывают представители Выселковского района. В младшей группе главный кубок забрали наши северские волки. В поселке Афибском уже не в первый раз проходит первенство северского района по Тхэквонду. Это популярное во всем мире корейское боевое искусство, сегодня еще и олимпийский вид спорта. Занимаются им не только мальчишки, но и девчонки. В северском районе Тхэквонду активно развивается уже три года. На нынешние соревнования приехали более 200 юных спортсменов из Армавира, Геленджика, Краснодара, Услабинска, Белореченского, Каневского, Абинского, Крыловского, Курганинского, Кущевского, Новокубанского и Успенского районов. Посвятили турнир памятной дате – 80-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. На кону у юных спортсменов были медали и дипломы. Заслуженные награды получили самые сильнейшие бойцы, среди которых и представители Северского района. В станице Северской прошло торжественное закрытие краевых соревнований по спортивной акробатике «Юность Кубани». В них приняли участие 180 спортсменов. Это ребята из Краснодара, Темрюка, Анапы, Тимошевска, Каневской, Геленджика, Динской и, конечно, хозяева Северского района. Акробаты Северского района в очередной раз доказали свое мастерство, завоевав новые медали. Первое место по первому спортивному разряду заняла мужская пара Дорошевский-Захар и Карась-Алексей. Мужская группа – Бирюков-Денис, Гамахария-Давид, Садовничий-Андрей, Панко-Ренат. И смешанная пара – Котенева-Елизавета и Платонов-Артем. В лидерах по третьему спортивному разряду оказалась мужская пара Клименко-Никита и депутатов-Артем. По второму спортивному разряду бронзу взяла женская группа Вздорных-Диана, Осокор-Алена, Кера-Глы-Маргарита, Серебро-Смешанная пара – Волкова-Ева и Тигров-Александр. А золото – женская группа Дваденко-Соня, Песчанских-Полина, Левченкова-Варвара. В спортивной школе номер два поселка Ильского торжественно открыли соревнования по волейболу на Кубок губернатора Краснодарского края. В состязаниях примут участие восемь команд девушек и восемь команд юношей до 16 лет. Из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Краснодара, Курганинского, Новопокровского, Тбилисского, Брюховецкого, Лобинского, Мостовского, Славянского и, конечно, Северского районов. Сегодня на поле соберутся лучшие из лучших. Мы надеемся на ваши победы, всегда гордимся вашими результатами и будем и в дальнейшем, не только выполняя поручения губернатора, президента, развивать спорт, а вкладывать душу и сердце для того, чтобы вы, дорогие ребята, были настоящим будущим в нашей России и Кубани. Северский район вновь встретил участников краевых спортивных состязаний. На этот раз борцов. Торжественное открытие турнира на Кубок главы муниципального образования по вольной борьбе среди юношей и девушек прошло в спорткомплексе поселка Афибский. Посвятили соревнования 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Приехали более 300 спортсменов из 12 городов и районов Кубани, а также команда из Республики Адыгея. Сегодня, безусловно, победят сильнейшие, но одновременно хочу сказать, что в составе наших муниципальных образований сегодня приехали самые мужественные, самые стойкие ребята, поэтому уверены, что проигравших, конечно же, не будет. В результате проведения соревнований наши девушки принесли в копилку побед 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали, а юноши 7 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общем зачете главный приз – Кубок главы муниципального образования «Северский район» остался дома. На стадионе спортивной школы номер один поселка Афибский прошли соревнования среди детских футбольных команд Северского района. Посвятили их Всероссийскому дню футбола. Футбол закаляет и дух, и силу воли, и командная игра, и поддержка друг друга. Это тактика, стратегия, это накал эмоций, страстей. Поэтому, ребята, я желаю вам победить, каждому победить. Каждый преодолевает себя и тем самым побеждает, независимо, победила команда или нет. Во время игры на поле ребята показали высокий уровень подготовки. Болельщики увидели интересный, зрелищный и эмоциональный футбол. На стадионе «Олимп» в станице Северской стартовал первый муниципальный этап всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора. Проводится он у нас уже в 17-й раз, и, как всегда, открытие было торжественным и ярким. Турнир среди детских дворовых команд – одно из самых массовых спортивных мероприятий в жизни муниципалитета. Ежегодно увеличивается количество его участников. Кстати, поучаствовать может любой желающий. Основная задача турнира – привлечь как можно больше детей к регулярным занятиям спортом, заинтересовать его игровыми видами, которым и является уличный баскетбол. Победители будут представлять наш район на зональных соревнованиях в городе Краснодар. Такие же отборочные этапы проходят сейчас во всех муниципальных образованиях края. В парке имени Пушкина станицы Северской прошло одно из самых долгожданных для многих жителей района событий осени. Пятый год подряд в День народного единства здесь проводят традиционный легкоатлетический забег. Сегодня в станице Северской в очередной раз проходит открытое первенство Северского района по легкой атлетике самовар. Оно в этом году стало юбилейным. Погода нас радует. Сегодня отличное настроение у участников. Зарегистрировалось на забег около 200 человек, причем 120 из них дети. Это не только жители Северского района, но и гости из Горячего Ключа, Новороссийска, Анапы и Краснодара. Бегунам от 14 лет нужно было преодолеть дистанцию в 4 километра, а детям всего один. Участникам и зрителям мероприятия были обеспечены не только яркие эмоции, но и горячий ароматный чай с угощениями. На центральной аллее вовсю дымил медный символ соревнований, объединяющий всех, кто пришел побегать, пообщаться и насладиться на удивление теплым ноябрьским днем. Работали интерактивные тематические площадки, мастер-классы и яркая анимационная программа для детей – диджейский сет. Перед подведением итогов забега провели розыгрыш призов от многочисленных спонсоров мероприятия. Призами отметили также самого юного участника забега – пятилетнего Рома Мащенко и самого старшего бегуна – 66-летнего Владимира Хлебникова. Лучших ликоатлетов в каждой возрастной категории наградили дипломами и подарками. В станице Северской на стадионе «Олимп» прошел фестиваль «Единство спорта». Открыли его парадом спортивных делегаций муниципалитета. Под звуки аплодисментов по стадиону прошли команды городских и сельских поселений. В торжественной обстановке наградили команды-победители спартакиады Северского района. Во второй группе третье место заняло Львовское поселение, второе – Смоленское, а первое – Азовское. В первой группе бронзу взяли ильчане, серебро – Афибское поселение, а золото – Станица Северская. Здесь же наградили победителей спартакиада-инвалидов Кубани в комплексном зачете 2023 года. В этот день на стадионе спортсмены поселений соревновались в городошном спорте, масс-реслинге, армреслинге и перетягивании каната. Поучаствовали команды и во всероссийской эстафете физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». А среди команд национальных диаспор проходил турнир по футболу. Участники фестиваля в очередной раз доказали, что в Северском районе даже в спортивных соревнованиях возможна сплоченность и единство. Я уверен, что спортивная нация, здоровая нация, только такая нация может выстоять в любых ситуациях.